Облака вытесняют железо. Держать данные становится удобнее не на серверах, а в облачных хранилищах. Бизнес уходит в сеть. Найти и получить услуги, в том числе и государственные, можно онлайн. Одним словом, цифровизация. Какими темпами она накрывает Чувашию и каковы перспективы отечественной IT-отрасли, обсуждали сегодня на межрегиональном форуме IT-Link, который в Чувашии проходит уже пятый раз. Стоит написать в соцсети «посоветуйте хорошего визажиста», как тут же приходят десятки предложений от бьюти-студий. Интеллектуальные сервисы способны помочь найти друг друга, заказчику и исполнителю. В наше время все очень сильно меняется, и то, что социальные сети, интернет, они настолько плотно вошли в жизнь, что люди начинают жить буквально в социальных сетях, начинают жить в интернете, и это очень важно учитывать, в том числе и когда вы ищете себе клиента. Бизнесмены ищут клиентов, маркетологи оценивают спрос, разработчики изобретают новые программы. Все завязаны на сети. Цифровизируются и государственные сервисы. Вспомнить хотя бы порталы госуслуги «Умный город», электронную регистратуру в больницах и дневники в школах. При этом настрой на IT-импортозамещение, чтобы защитить данные и стимулировать развитие отечественных разработчиков. Органы исполнительной власти и все корпорации с госучастием с 2019 года имеют право принимать для организации информационной безопасности только отечественные программные продукты и отечественное, соответственно, железо. И вот на будущий год мы первое министерство наше, которое уже будет переведено на отечественную операционную систему и отечественное, соответственно, офисное программное обеспечение. После этого эксперимента будем уже идти дальше. Идеи IT в массы несут журналисты и блогеры. Среди них провели конкурс «Чувашия онлайн». Наша коллега Надежда Андреева, продюсер радиоканала «Тван» выиграла в номинации «Электронное правительство». В серии радиопередач госуслуги.ру о сервисе беседовали предметно и по делу. Когда мы внедряли темы, те или иные, хотели в большей степени сделать акцент на жизненные ситуации, с которыми может столкнуться каждый человек. Это будь то получение свидетельства о рождении или регистрация ребенка в школу, зачисление в детский садик. Вот сегодня очень актуальна, к примеру, тема про облакотеку. Что это такое? Услышите в эфире «Тванрадио» уже в 2019 году. Настраивайтесь на 103.ФМ. Тема «Облачный хранилищ» поднималась не на одной площадке форума. Облака вытесняют железо, утверждают специалисты информационных технологий. Вообще форум собрал экспертов в СММ, ЦРМ, области информационной безопасности. В общей сложности 20 докладов и презентаций, 4 круглых стола и 1000 участников. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.